Как жила так много лет Я без тебя не знаю я Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься Ну тогда скажите, как достичь его Наши эксперты знают В эфире передача «Формула семьи» Всем добрый день, 25 мая 2017 год, 14.00 в эфире передача «Формула семьи» В студии сегодня Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников Здравствуйте, Эля, и здравствуйте, радиослушатели Сергей, можно уже поздравлять школьников с последним звонком или еще рано? Я вот не знаю, у вас дети школьники? Ну у меня дети специфические школьники, и у них нет последнего звонка Это грустно или хорошо, или как? Ну, с одной стороны, наверное, было бы хорошо, если бы такое мероприятие у них было С другой стороны, я бы все равно, наверное, постарался сделать этот последний звонок Каким-то таким больше своим последним звонком Потому что то, что обычно происходит на этих звонках, да, или на выпускных вечерах Это все очень такое, не все там мне нравится Ну, 25 мая обычно, да Ну, поздравлять можно, потому что уже я видел сегодня людей вот этого возраста Которые от звонка до звонка, что называется, отрубили Понятно Вот, поэтому, конечно же, ну что, мы поздравляем всех Не уверен, что они нас слушают, им сейчас не до этого У кого последний звонок И поздравляем родителей с тем, что у них вот подросли их чада До состояния вот такого рубежа Совершения такой инициации во взрослую жизнь Слушайте нашу передачу, мы вам поможем с ними справляться И сейчас, и в будущем Ну, а тема сегодняшнего эфира Это перед кем мы отвечаем О чем будет эфир? В каждой семье есть какие-то роли, обязанности, обязательства, ответственность и власть Вот что происходит, как эти роли распределяются И что должен делать человек, как отвечать перед другими за свои поступки, за свое поведение Сегодня будем об этом говорить Ну, наверное, нужно сказать прежде всего о том, да, за что мы отвечаем За что же мы все-таки ответственны Я вспоминаю историю свою, когда я на мероприятии, которые вот опять связаны со школой У нас был такой, знаете, ну что называется, 20 лет спустя Мы встретились с одноклассниками, половину из которых я просто не узнал просто физически Потому что изменения-то сильные за это время происходят Вот, и самое главное, что я вот сейчас могу вспомнить Это то, что произошло вот и удивило меня очень сильно В рассказе одного из ребят Вот он такое сожаление высказывал, горькое сожаление о том, что родители предопределили его жизнь И фактически ему ее сломали И это вот, потому что заставили его пойти в вуз на ту специальность, которая ему не нравится И вот он много об этом так изливал свою душу Почему меня это удивило? Удивило меня это потому, что, ну, с одной стороны, меня родители не смогли таким образом направить по жизни И я живым не давался А с другой стороны, мне было удивительно, что вот 40-летний человек Он складывает какие-то вот свои неудачи на вину, так сказать, обвиняя своих родителей Он, я просто понял, что это какая-то такая глубокая ошибка, с которой дальше по жизни у него будет только все хуже Изменений там не может быть, если только он не осознает, что вообще-то он строит свою жизнь И он может ее изменять Траектория не заданная раз и навсегда И это не ситуация, когда у тебя есть просто, ну, что называется, судьбинушка такая выдалась Вот родители не такие, с женой не повезло или еще что-то такое Вот такое воспоминание, оно связано у меня с тем, о чем мы будем сейчас говорить Потому что, когда мы говорим о власти и о том, перед кем мы отвечаем Ну, нужно сказать, за что же мы ответственны Так мы, на самом деле, ответственны, прежде всего, за вот все сферы собственной жизни За экономическую сферу, вот свои собственные семьи Нельзя никого обвинять, если ты не можешь заработать Да, да, это, это, есть какие-то разные такие истории, случаи, да, в которых можно говорить, они объективные, да Но обвинять, правда, бессмысленно Бессмыслено Это деструктивно, это ни к чему положительному, к изменениям, это не приведет Мы отвечаем, вот прежде всего, можно говорить о супружеской ответственности Мы отвечаем друг перед другом в чем? В деторождении Важнейший вопрос Если мы к нему не подходим, как к вопросу, к которому мы должны договариваться Который мы должны постараться увидеть Немножечко заглянуть в перспективу собственной жизни И определить, а вообще, сколько мы хотим детей И договориться о том, а сколько мы вообще, ну, планируем детей иметь, да Вот потом что-то такое говорить о том, что вот так вот у нас получилось Что у нас нет детей, у нас так получилось Или у нас так получилось, что вот детей, там, 18 человек Ну, так случилось, вот совсем случайно Оно же, знаете, ну... Очень случайно, 18 человек Ну, как-то да, то есть это вот, ну, не похоже на случайность Явно какая-то закономерность уже прослеживается Уже выборка достаточная Чтобы какие-то причинно-следственные связи определить здесь Опять же-таки, за домашнее хозяйство Которое есть в семье обязательно Мы за это несем ответственность Оба супруга И важно увидеть, что это на самом деле то Что нам предстоит, во-первых, рассмотреть А во-вторых, увидеть, а как мы будем к этому подходить На ком будет власть в какой сфере А вместе с этой властью будет и ответственность И, значит, будут какие-то результаты Плоды какие-то будут у всего этого На это нужно обращать внимание И, конечно же, воспитание детей Ну, вот сколько-то мы хотим А как мы их будем воспитывать? Вот эти вопросы о воспитании Они же, кажется, что все и так понятно Но это до того момента Когда у вас ребенок вообще не появляется Как только он появляется Все не так очевидно бывает Даже еще с грудным Которого пеленать надо В ползунках вот оно такое Рассекает по территории квартиры Но все это, это зона нашей ответственности Но это и зона нашей власти С другой стороны, опять же-таки Мы говорим о каких-то вещах Которые вот у нас вызывают Ну, такое Иногда вызывают невероятную тяжесть Напряжение Но и тот же досуг И вот эта вот часть нашей жизни А что это для нас? А как мы будем с этим досугом разбираться? Справляться-то мы как будем? Вот это все то, о чем мы должны Точно думать, что у нас должно маячить Когда мы говорим об ответственности в семье Вроде бы много Но, с другой стороны, это без детализации Это такие с самыми большими мазками и кусками То, о чем нужно задуматься Еще до того, как вы вступаете в супружеские отношения Но если вы уже вступили Не бойтесь, никогда не поздно Нет, не поздно, потому что Вот эти все сферы никуда не исчезают Они просто начинают для вас становиться Гораздо более актуальными Потому что вам уже некуда деваться Уже поезд идет Уже перрон уже позади Вам уже выскакивает некуда Вам нужно будет решать Как добраться до той станции, до этой И что на них делать вы будете Есть у меня интересный пример из жизни Наверное, немного неприятный покажется для слушателей Но, тем не менее, знакомый у меня один Мы сидели в компании, обсуждали И вот он рассказывает Спорил он до посинения с подругой своей Кто же должен чистить туалет дома? И вот он говорит Я мужчина, я не прикоснусь никогда Она говорит Хорошо, а кто у вас дома-то чистит? Никто не чистит Она говорит Нет Если бы никто не чистил, ты бы заметил Но в итоге поняли, что чистит мама А у него так щелк сразу Уважение к маме То есть мама занимается таким делом Вот, а я не... И, в общем... Не замечал человек Да, переклинило пацана такого Что вроде как бы не мужское дело А вроде как бы и мама не должна Ну, не знаю, наверное, унизительно Для мамы чистить туалет Ну, это своя философия мира Вот, очень было интересно наблюдать за этим изменением Вот, понимаете, да, вроде и сам не может И вроде и как, и как, и что Пример нераспределенной ответственности в семье Ну, или, скажем так, неоговоренной Ну, это точно человек не задумывался Это точно человек По всей вероятности не жил своей семьей Он не жил отдельно Он... Явно он не задумывался о том Что же происходит Откуда деньги берутся? Ну, из тумбочки Все понятно То, что вот они там лежат И их оттуда берут И идут люди в магазин Никто не задумывается, а как они попадают в тумбочку Вот, это, да, пример хороший У нас есть вопрос от Юли Очень интересный вопрос Про ответственность в семье Как должна поступить жена христианкой Если муж бесплоден И до брака он ей об этом не сообщил Жить или развестись И кто виноват? А, Юля, а вы сколько времени В этих отношениях? Или этот вопрос касается не вас лично? Вот, если вы ответите на этот вопрос Немножко поможет ответить на такой вопрос Он непростой Он непростой Тут, на самом деле, вместо бесплоден Можно написать много разных других вещей О которых тоже можно скрыть И сказать после брака Бесплоден, на самом деле Это очень... Это серьезный фактор Это один из очень серьезных факторов Который... Понятно, что... Тут вопрос, как рассматривать можно? Он знал ли... Ну, я так понимаю, да До брака он не сообщил Она написала Знаете как? Это ж нюансов всегда очень много Он не сообщил, потому что он скрыл И мы точно знаем, что он был в курсе Он должен был быть в курсе Значит, у него были какие-то обследования Которые он проходил А эта ситуация сама по себе не очень обычная Либо он знал это каким-то образом от родителей То есть какие-то есть причины же у этого всего Но он не сообщил Факт есть, он не сообщил Но он мог не знать сам об этом Это другая история И вот от этого много тоже зависит Еля, расскажите поподробнее, пожалуйста Если вы можете То это, конечно же, на мой взгляд Сильно влияет на те решения Которые можно принимать Потому что, ну, я отвечу, да Я отвечу немножечко Не очень развернуто на Юлин вопрос С одной стороны Вообще это причина, по которой Может быть развод Почему я говорю, что она достаточно серьезная И это будет считаться Ну, обманом такого уровня За который Вот ответственность вся ложится За этот развод на супруга Который это не сообщил И это в христианстве принимается Как, вот, да Допустимая причина Если супруг знал И не сообщил Это же страшно на самом деле Правда это страшно Но вот почему мы говорим А нужно ли скрывать что-то А нужно ли все рассказывать Олег Бендасов меня в эфире спрашивал Или до эфира он спросил А на самом деле Я действительно сторонник того Чтобы вести открытый разговор Потому что Ну, все равно скрывается Ну, все равно оказывается На поверку Известным то, что есть в твоей жизни Только недоверие потом возникает И очень глубоко И преодолеть его очень сложно Я когда сказала, что можно заменить бесплодие Я как раз имела в виду Что когда человек скрывает Например, что он сидел Что он сделал преступление Что он кого-то убил Что он чем-то болен Скрывает какие-то факторы Которые непосредственно на супруга Могут повлиять Ну, на супругу или супруга Да, это все Любое сокрытие Оно, конечно, не добавляет доверия Но с бесплодием Ситуация особая Это действительно разрешенная ситуация для развода Но я бы не говорил о том Что надо разводиться Юля ответила Потом уже Позже включим заставочку Был бесплоден, чтобы меня не потерять Живем два года Сергей? Ну, у нас заставочка вроде как Я думала, после вашего ответа Ладно, прервемся Давайте заставочку Хорошо Я сейчас соберусь Селянка Хочешь большой Но чистой любви Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу Формула семьи Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06 Итак, Юля нам ответила Был бесплоден Чтобы меня не потерять Видимо, не сказал Живем два года Хорошо, что Юль у нас в стране достаточно много Это не такое редкое имя Эта ситуация оказывается Юлина Юля, спасибо за ваш вопрос За ваше уточнение Давайте я вам вот так скажу Что По тому, как вы ответили Не очень понятно Но я интерпретирую это так Что он действительно знал Но не сказал Чтобы вас не потерять Я должен вам сказать две вещи Первое, что вы имеете право Вы не ответили Сколько времени Два года вместе Она сказала Два года вместе Но это вот как раз В это приблизительно время И начинают интересоваться А что же такое-то? Почему мы не можем Ребенка зачать? Вы имеете право На развод Я говорю это с Сожалением Но это вы должны услышать Но я бы Все-таки Посоветовал вам Вот это мой личный совет Это второе, что я хотел сказать И что нужно сказать Попробуйте ситуацию Рассмотреть Очень-очень скрупулезно Внимательно Не торопитесь с решением На что бы я обратил внимание? Я бы обратил внимание На ряд вещей Вот если бы я принимал решение Я бы разговаривал с человеком И смотрел бы на него Смогу я ему дальше доверять В жизни Осознал ли он Что он таким образом На самом деле Меня поймал Подвел Потому что это очень-очень важно И Удается ли мне Вот этот барьер Вот эту пропасть Или не знаю Как у вас внутри Вы чувствуете Преодолеть Вот это вот самое важное Но я бы В любом случае Простил Потому что Иначе это съест вас Изнутри Просто уничтожит Простил Это что значит? Потому что Обман Это Это ситуация Которая точно Будет вас обижать Я имею ввиду Что простил И отпустил За такое недоверие Потому что Высказано определенное Ну как Человек Решил Что он просто Не скажет ничего Он же не думал Что будет потом Я имею ввиду Вот она его простила И что жить дальше Без детей Или как Или простила И развелась Но тогда как бы Вопрос Простила ли Вопрос Вопрос бездетности Он такой Есть ситуации Когда Знаете Ну Мужская бездетность Тоже Исправляется Причем За счет Таких Не очень сложных Манипуляций Есть проблемы В организме И это решается Есть проблемы С женской бездетностью Которые решаются Есть ситуации Вот я почему говорю Что это второе На что нужно обратить внимание Нужно понять Вот что дальше делать Ну первично Это все-таки Можете вы дальше Жить с этим человеком Вы готовы с ним Дальше двигаться Вот я бы на это Обратил внимание Вторым номером У меня была попытка Определиться С тем Можно ли устранить Причину С другой стороны Третий вопрос Можно Думать о том Как усыновлять детей Но если я Не доверяю человеку То как говорить О каком-то дальше Выстраивании Жизни совместной Юля Вот вам такой ответ Ситуация сложная Ситуация непростая Я бы Попробовал На вашем месте Используя эту ситуацию Все-таки посмотреть В свое сердце Посмотреть На жизнь этого человека Может быть Это как раз Та ситуация Которая поможет И вы знаете Все равно Сделает Может сделать Вашу семью счастливой Если вы сделаете Правильные выводы Ну а возвращаясь К теме эфира Перед кем мы отвечаем О власти Ответственности в семье Ну а перед кем Да Перед Ну вообще-то Мы отвечаем Если говорить О том Что есть расширенная Семья Есть не просто Супружеские отношения Ну мы отвечаем И перед своими родителями Бывает Перед родственниками Каким Такое бывает Потому что Мы вообще призваны Заботиться О своих О родителях О почет О котором идет речь Это не просто Да я тебя слушаю И спасибо тебе Положил трубку Это иногда Непосредственная Забота Которую мы должны Так или иначе Выражать В действиях Каких-то Я не знаю Нужны ли здесь Примеры какие-то Потому что Ну когда родители Нуждаются Ну просто в опеке Пожилые уже Родители Они нуждаются В помощи Для меня Как я говорю Вот показательно Есть ряд стран В Европе Которые Которые Думая о такой Семейственности Они Приплачивают Они платят За то Чтобы укреплять Семейственность Они платят В семью Тем Родственникам Которые Готовы Брать на себя Вот эту Ответственность По уходу За тем или иным Членом семьи Вместо того Чтобы сбагрить Его куда-нибудь В какой-то дом Да Вот это вот Дом Дом престарелых Дом инвалидов Вот домов Вроде как много И вот ты Видишь Как Как где-то На самом деле Вот очень много Престарелых Очень много Людей Инвалидов Вот это то О чем я говорю Это наша Ответственность С другой стороны Мы отвечаем Перед Супругами Потому что Когда вы Берете власть Вы должны Понять Еще и то Что Решение Тех или иных Вопросов Оно скажется На вашей жизни Оно скажется На жизни Ну вот смотрите Вот на жизни Тех людей Которые С которыми Вы решили Связать свою жизнь И с ними Дальше Двигаться По жизни Вот Предыдущий вопрос Юлин Да Он показывает Что Ну вот как-то Вот хотелось Человеку Идти вместе Но Надо было Рискнуть Надо было Рискнуть И честно Сказать Что есть Сложности Но вот Вот понимаете Вот это Про ответственность Опять Это вот Тот случай Когда нужно Было взять Ответственность За Самого себя Не надо Было Ответственность Брать За Юлина Решение За то Как она Поступит Но явно Не было бы Сейчас Вот этой Головной боли Есть еще Парочка Сообщений Так Пишет нам Оля Секунду Как вы считаете Успешна ли та Семья Где женщина Главная Ну Я конечно Считаю Ее Неуспешной Почему Ну потому Что Это Патологическая Как раз Ситуация Она Не Неверная Почему Неверная Потому что Есть Гендерные Роли Они Знаете Как Далеко От них Не убежишь Это традиции Их можно Изменить Можно Изменить Себя И поменять Традиции Другого Мира Естественно Даже Пол можно Поменять В этом смысле Мы сейчас Все можем Изменить Да ничего Подобного Ну не так Это Можно Изменять Традиции Есть традиции Которые Умирают Это правда Но есть Гораздо Более Глубокие Вещи И их Изменить Мы не в состоянии Не получается Даже в тех Случаях Когда Женщина Она Что называется Возглавляет Она атаман В семье Она решает Все вопросы Да Она Как сказала Так и будет Она С ее точки зрения Она хорошего Хочет У нее даже Какая-то Мотивация Может быть Ну так Как ей кажется Правильная Еще В ситуации Когда Муж Не очень Инициативен То такое Бывает Бывает Регулярно В нашей стране Этого Очень много Есть регионы В нашей стране Где это просто Практически Поголовно Это удивительно Там матриархат Такой Царит Но В этих Регионах Те Которых Называют Мужчинами Они Просто Пьют Как обычно Бывает Они Не находят Себе Места Почему Потому что Гендер Он Не бывает Что называется В нормальном Человеке Он не будет удовлетворен А это все равно Зов Это внутреннее состояние Даже когда Это может быть Долго По согласию Произошло Жена Зарабатывает Муж Домохозяин Жена Берет ответственность За то Чтобы обеспечивать Муж Занимается Детьми Даже когда Это долго Происходит Все равно Случаются Периодически И очень Жесткие Всплески Потому что Эта неудовлетворенность Она вылезает И вылезает Очень деструктивным Образом Это у всех людей Или это мы Такие особенные Выскакивает Деструктив Нет Вот Такое распределение Ролей Мы считаем Не очень правильным Потому что Да Вот Нереализация Какого-то Внутреннего состояния Происходит Просто Хорошо Почему Папаша В Швеции В Европе В Дании Прекрасненько Сидят в декрете И не жалуются На жизнь Нет Просидеть в декрете И не жаловаться На жизнь Это одно Но они занимаются Детьми Дома Они занимаются Детьми И это хорошо Мы же говорим О счастье семьи Правда Он может быть счастлив Некоторое время Но Если мы берем Это как модель То Пожизненную Пожизненную То практика показывает Что все равно Это ненормально Нет Ну Это моя точка зрения Да Я Я не вижу Она выстрелит Рано Это должна быть Временная Такая временная Сложность Я не боюсь Я не боюсь Женщин Карьерист Через сайт Теус У которой Муж Скрыл То что он Бесплоден Вот она Дальше пишет Если сможем Развестись Который Бесплоден Не грех ли Выйти замуж Второй раз Ну Как я уже сказал Что если вы Такое Принимаете Решение Я бы Я еще раз Да С оговоркой Что я бы вам Рекомендовал Посмотреть на эту Ситуацию Все-таки С точки зрения Примирения Но Если вы Разводитесь То в данном Случа Это ответственность Ложится на Супруга И это Не является Соответственно Грехом Второе Замужество Ваше Вот так Коротко И ясно Следующая Сообщение От Маши Ага Вот Как вы считаете Успешен ли Тот брак Где муж Как Как ребенок И вся ответственность На жене Это мало Отличается От вопроса Только что Мы об этом Говорили Да Это вот На мой взгляд Ну Как О какой Успешности Тут можно Рассуждать Вот Он будет Несчастным Жена Будет Несчастной Это Такой Патологический Вариант И он К сожалению Встречается Регулярно В этом смысле Есть Более Сложные Ситуации Когда Оба Супруга Безответственны Но зато Оба Счастливы Нет Они Счастливы Некоторое Время Ровно До того Момента Когда Они Сталкиваются С проблемой Но Со временем Количество Проблем Становится Таким Зашкаливающим Что О счастье Невозможно Говорить И они На самом деле Варясь Вот В такой Атмосфере Они Начинают Отдаляться Они Ведут себя Просто Как дети Это вот Такой Способ Жизни Когда Человек Просто Просто Дрейфует Его куда-то Ну почему я должен Принимать решение Ну как Ты же можешь Ну как Ты же хочешь Все время Есть попытка Это Скинуть С себя Любое Решение Любых Вопросов И это Проблема Ну человек Может при этом Любить Ходить В походы Это будет Единственное Вот он Досугом Готов Заниматься Вот в таком Ключе Все остальное Он не готов Не делать Не думать Об этом Что происходит Дальше Когда в такой Семье Появляются Дети Ведь Подход Женей Обычно Не меняется Тебе надо Ты иди Меняй Подгузники Я здесь Причем Да А когда Дети Вырастают То Знаете Как Они Несчастливы Будут Вместе С родителями Потому что Родители Они стараются С себя Скинуть Это И они Просто Вот Варятся В такой Попытке Такого Волейбола Чудного И они Ссорятся Вот же В чем Еще Ну Неприятность Этих Ситуаций Они Начинают Ссориться И они Ждут А кто Бо Их Помирил Потому что Обычно У людей Которые Таким Образом Вклад Например Они Они Могут Оценить Свой Отрицательный Вклад В ситуацию Соответственно Они Просто Об этом Не Привыкли Думать Это Этому Можно Научиться Это Не Так Сложно Как Кажется Но У них Еще И Эмоциональный Интеллект Плохо Развит Они Не Могут Определить Чего Они Хотят По Большому счету Зачастую Это У них Это Не Получается Они Заставляют Другого Догадываться О том Что А что Я сейчас Чувствую А что Я хочу На самом Деле Вот Эти Осознания Это Вещи Которым Тоже Можно Научиться Да Нужно Потратить Немножко Усилий Но Можно Научиться И И В такой Ситуации Обычно Дети Оказываются Я почему Говорю Что мы Перед Детьми Тоже Ответственны Потому Что Они Будут Теми Кто Во-первых Будет Он Он же Перенимает Это Ребенок Он Это Впитывает Потому Что Он Не Видит Чего То Другого Он Видит Эту Модель Он Ее Впитывает Как Способ Жизни А Он Еще Набирает Такие Отрицательные Баллы Для Себя Как Тот Примиритель Который Будет Родители Мирить Такое Тоже Бывает Потому Что А почему Я Должен Первый А почему Я Ему лет 7-8 И он Входит В роль Такого Регулярного Носителя Мира А это Не Не по Нему Ноша И он В конце Концов Еще И нагребает Себе Соматики Которая С возрастом У него Начинает Проявляться Есть Еще одно Сообщение Тоже Про Развод У нас Так Тема Съехала На Развод Интересно У нас Сегодня Да Мы Вроде Как Все Про Другое Но Развод Актуальненько Но зато Про Ответственность Семье Тоже И про Власть Дарья Пишет Вернулся К наркотикам И Грех ли Потом Снова Выйти Замуж Вот Интересно Что именно Такие Формулировки Да Грех Это Или Не Грех Вот Типа Если Не Грех Я буду Терпеть Искалечу Себе Всю Жизнь Помру Потом Может Я не Знаю От Побоев Или Еще Что А Если Не Грех То Разведусь Так Что Или Как Почему Для Почему Именно Это Маркером По которому Вы готовы Ориентироваться Ну Я вам Так Отвечу На этот Вопрос Вот Здесь Здесь Нет Одного Ответа Давайте Ответим На вопрос Можно ли Развестись С мужем Наркоманом Если он Снова К наркотикам Вернулся Можно Можно То есть Одобряете Нет Так Ладно Давайте Разбираться Почему Не Одобряете Потому Что Ситуация Ситуация Неизвестна Потому Что Разные Бывают Что Называется Рецидивы И Разные Бывают Судьбы Разные Бывают Жизни Я знаю Людей Которые Действительно Были Зависимыми Это Ни один Ни два Ни три У Которых Которые Создавали Семьи Кто-то Создавал Семью После Реабилитационного Центра Кто-то Создавал Семью До того Как Он Попадал В реабилитационный Центр И у них Были Рецидивы Они Случались Потому Что Это Действительно Очень Непростая Ситуация Стоять В ней Не так Просто Рецидивы Но Они Они В конце Завязывали С С Зависимостью Им Удавалось Ее Преодолеть Я знаю Людей Кому Не Удавалось Ее Преодолеть Как Ответить На Ваш Вопрос Можно Или Нельзя Я отвечаю Вам Можно Нужно Мне кажется Человек Когда Стоит Перед Выбором Принять Сейчас Наркотик В очередной Раз Или Нет Он Отдает Отчет Себе В своих Действиях Это Как Трезвый Стоит Перед Бутылкой Это Как Курящий Стоит Перед Пачкой Сигарет Если Он Сделал Выбор Давай До Свидания Вот И Здесь Здесь Важно Увидеть Еще Одну вещь Часто Просто Произнесу Именно Это Слово Часто Причиной Вот Этого Рецидива Причиной Того Что Человек Принимает Такое Решение Бывает Не Только Он Сам Причиной Бывает Тот Негативный Цикл Который Включают Члены Семьи Поскольку Они Созависимы Бывают Все Не Так Просто Поэтому Не Разобрав Ситуацию Более Менее Подробно Невозможно Давать Ответ А Когда Вы Являетесь Дорогая Радиослушательница Участницей Этого Негативного Цикла Который Его Приводит К Срывам Ну Вы Должны Понимать Что Вы Просто Свою Часть Не Выполняете Так Тогда Хорошо Даже Если Зачем Вообще Тогда Калечить Судьбы Друг Друга Разойдитесь Уже И Все Ну Да Неужели Вы Действительно Верите Что Нет Безысходных Семей Вот Нет Безысходных Семей В которых Бороться За Свою Счастье Уже Бесполезно Нет Я Я Так Не Считаю Более Того Я Я В каких-то Ситуациях Говорю Что Нужно Точно Отстраниться Если Не Разводиться Когда Я Говорю Вопрос Развода Для Меня Прекращает Быть Вопросом Когда Есть Реальная Угроза Жизни Физической Жизни Потому Что Человек Который С Определенной Зависимостью Он Начинает Вести Себя Совершенно Неадекватно И он Физически Угрожает Эти ситуации Не бывают Одноразово Они Повторяются И причем Повторяются С нарастанием Тогда Я говорю Послушайте Вам нужно Принять Для себя Решение Поскольку Это Очень Очень Опасно Но Когда Мы Рассматриваем Ситуацию Вообще То Тут Невозможно Невозможно Здесь Дать Один Совет Который Будет Работать Всегда Иногда Двух минут Хватит Одного Взгляда И все Перевернуться В душе Вы же Знаете Как это Бывает Ведь Вы знаете Как Возникает Любовь Вы Слушаете Передачу Формула Синь Телефон Прямого Эфира 8800-333-1706 Передача Формула Семьи Продолжается Говорим Об ответственности В семье Об обманах Поговорили О предательстве Поговорили Есть еще Сообщение От Михаила Жена Ненавистника Мне кажется Ну да ладно Невеста Всегда умнее Своего жениха Мужчина Не может Обмануть Женщину Если она Сама Этого Не хочет Юля Обвиняет Своего мужа В нечестности Однако не секрет Что 90% женщин Прибегают к ловкому обману Перспективных Знакомых мужчин Чтобы сделать их Своими законами Мужьями Вот почему Михаил Подумал про Юлю Так ладно Неважно Для христиан Это нормальная практика Создание семей Юлин муж Хотел Создать нормальную семью И поступил По-христиански Соответственно Вопросы Какая из христианских Церквей Разрешает развод Из-за мужского обмана Католическая Православная Или протестантская И что мешает Юле жить дальше В браке По формуле Русского поэта На свете счастья нет Но есть покой и воля Очень сложно Отслеживать Какие-то логические Цепочки Вы так много написали Я затрудняюсь Вам Ответить однозначно Какая из церквей Ну я не знаю Насчет вашей Да У вас прослеживается Какая-то такая Нелюбовь К Противоположному полу Просто в 100 вопросах Атеиста Михаил отжигает Там такие сообщения О нелюбви К христианам Что Понятно все Но нелюбовь к христианам Точно видна Оправдывает Не оправдывает Вы как-то поинтересуйтесь Немножко шире Да Вы среди иудеев Это не наблюдаете Вы среди Я не знаю Мусульман Это вы не видите Вы не видите Это среди буддистов Которые Люди-то все Одинаковые Понимаете Вы говорите О каких-то вещах Совершенно загадочных Кто у вас хорош Дайте Знать Я знаю ответ Я Скажет Михаил Я не готов Ответить за Михаила Может быть Эля Точно определяет Тогда скажите Что у вас За вероисповедание Тогда Если вы хороши Как оно называется Бахаиское Или какое Что вы Исповедуете Но есть в сообщении Михаила Один вопрос Который я тоже Хотела бы вам задать Сергей Это вот вы сказали Что Обман мужчины Вот на примере Юльной ситуации Вы одобрили бы развод И христианство Это одобряет Я не буду Разрешает Да Это не одно и то же Да согласна Я не буду с этим спорить Но мне кажется В Библии Только один пример Когда разрешили разводиться Это измена А если муж бесплоден И он скрыл этот факт То это как бы Ну это не прямое Не прямое разрешение Да Тут вопрос тонкий И действительно ли это разрешено Или мы Разрешено Это разрешалось Почему По очень простому поводу Потому что это решалось Вот данный вопрос Стоял в частности В православной церкви Я по истории православия Это знаю Вопрос решался Каким образом Измена Это нарушение Заповеди Правильно Да А есть еще одна заповедь Исплодитесь И размножайтесь И если Один из супругов Скрыл Невозможность Исполнения Этой заповеди То он тем самым Нарушил Божие предписания Понимаете Вот какая логика Здесь Почему разрешается В таком случае Тоже развод Потому что Вещи фундаментальные Мне трудно Против этого Что-то Сказать Возразить Есть ли ситуация такая Что узнали уже в браке Когда начали проводить Обследование И выяснилось Что оказывается Ну это другая ситуация Мне интересно Это не ситуация Сокрытия Почему я спрашивал Юлю Вот это было известно Или это выяснилось потом Потому что Зачастую Гораздо чаще Происходит Именно второй случай Когда Это выясняется Уже в браке Но тогда нельзя Применять подобные вещи Тогда нельзя Говорить об умышленном Обмане И невозможно Оправдать развод Понимаете Какая штука Вот здесь Вот так В анонсе К передаче Я написала Такую фразу Что в семье Мужчина и женщина По крайней мере Сейчас точно Это происходит Вообще Брак выглядит Как перетягивание каната По разным вопросам И Кто выиграет Тот и прав Согласны? Есть Немалое число Семей В которых Именно это происходит И Это тоже Одна из форм Патологии Потому что Не так Должно быть Потому что Это то Что будет Занимать вас И отнимать У вас огромное количество Сил И внимания И если У мужчины Есть свои сферы То у женщины Свои Неправильным Было бы Тоже смотреть Что вот только Такой монопольный вариант А вот муж Предписывает Вообще все Он решает Да Причем Вообще он просто Ставит в известность Или жена Ставит просто В известность На основании того Что там Кто-то из них Зарабатывает То есть Каким образом Они пришли К власти Это другой вопрос Но ни тот Ни другой Случай Неправильный На мой взгляд Здесь должно быть Такое совместное Распределение И вообще У советующихся Мудрость Об этом Говорит нам Писание Решения Принимаются Есть сферы Где только вместе Можно принимать Решения Это будет Адекватным Есть сферы Где все равно Нужно посоветоваться Хотя бы поставить В известность Чтобы учесть Мнение Потому что Это может быть Тебе кажется Правильным А когда ты Будешь это воплощать Будут куча проблем Почему не поговорить Мы же опытным путем Конечно же Выясним Но можно это сделать По-другому Это все Подразумевает Необходимость Друг с другом Разговаривать Это подразумевает Умение Друг друга Слушать И слышать Это подразумевает Необходимость Уступать Жертвовать В каких-то ситуациях И тогда В этом Вот во всем этом Мы приходим К тому Замечательному моменту Что называется Счастье Потому что Не в том дело У вас ли Вся власть Находится Или у вас Ее вообще нет Потому что Вы ее не хотите Так не бывает Что вы ее не хотите Вы же начнете И дергаться От того Что у вас Нету власти Нету ответственности Так у вас И права голоса нет Это из Сирии Святое место Пусто не бывает Если власть не у вас Это не значит Что она не у кого Это значит Что она у кого-то другого Конечно И он имеет власть Над вами И вам И вам это не будет нравиться Вы будете переживать Что все как-то не так Вам будет неуютно Но Это тоже будет деструктивно Это тоже в итоге Выльется в какую-то Ситуацию В которой Атмосфера Станет невыносимой Вот почему мы Говорим о власти И перед кем Мы отвечаем Да мы отвечаем Перед самими собой И в конце концов Мы отвечаем Перед Богом За то Как мы проживем Свою собственную жизнь Чему мы Что мы Подарим Людям Которые с нами Эту жизнь Проживут И что мы Дадим Собственным детям Кажется Они у нас Должны быть Все-таки И наверное Чему-то они Научатся Они научатся 100% Вопрос Чему И вот Об этом стоит думать Что покажется Домой научиться Ну конечно Но Если ты замечаешь Нету людей Идеальных Нету семьи Идеальных Их не бывает Но Есть семьи В которых Происходят изменения Не потому что Надавил один Не потому что Другой сманипулировал А потому что Замечая какие-то Неверные вещи Двое садятся Начинают С этим разбираться Они Делают какие-то Выводы И двигаются вперед И когда у них У самих Не получается Они сделали Раз Два Три Они просят Помощи Помощи Которую Им могут Оказать Люди У которых Есть опыт Положительный Не просто Опыт Да Важно А что он Он хороший Просто опыт Далеко может Дозавести Да Да Потому что Пришел посоветоваться Ему говорят Давай слушай Знаю я их всех Да Вот Ну Посоветуйтесь Не знаю С Михаилом Он же вам даст совет Что делать Или с Владимиром В этом смысле Есть последнее сообщение Под конец эфира Пишет нам Катя Что делать Если мама мужа Настраивает Его против жены И подружиться с ней Нет возможности Опять что ли вопрос Про развод Я не поняла Мама мужа Настраивает Значит Супруга против Ну А что делать Ну Ну А что делать Ну Нужно Нужно Попробовать Принять Какие-то усилия Которые бы Привели К положительному Результату Ну Какие Ну Муж должен Увидеть Что Для него Жена Является Как это Не хотелось бы Кому-то по-другому Но она является Первым человеком С кем Он должен Взаимодействовать Первым Равно Как и для жены Муж должен Стать первым А если Муж Такой Мягко говоря Бесхарактерный То есть Мама Над ним Имеет Очень большое Влияние И Может быть Это не было Так заметно На моменте Встречания Ну И так Не бывает Ну почему Не бывает Не бывает Вы просто Не видели Вы не хотели Видеть Звоночек В 10 вечера Сыночек Ты где Это намеки Ага Это всегда Видно Дорогие мои Вы на это Согласились Вы закрыли Глаза Свои Собственные А вот здесь С Михаилом Я согласен Девочка Захотела Она Добилась Свой результат Но она Не стала Учитывать Все те Издержки Которые Она получает Ну Надо помогать Мужу Помогать Не манипулировать Им Но сказать Честно Поговорить Принципиально Как мы дальше Будем жить Потому что В конце концов Разойдутся Люди Потому что Родители Которые Встают На сторону Одного Обычно Это собственные Дети Редко бывает По другому Они разводят Эту семейную Пару Разводят Ну не в смысле На деньги Они разводят Их Просто Разваливают Брак Вот Постарайтесь Добиться Взаимопонимания Постарайтесь Не лишить Мужа Общения С мамой Но сделать так Чтобы это общение Не носило Такой деструктивный Характер Чтобы муж Перестал Руководствоваться Вот такой Необычный Сегодня получился Эфир Начали За здравие Закончили За развод Ну да ладно Друзья Надеемся Наши советы Были вам полезными Думайте всегда О своих Пару